Добрый день, мои дорогие! Олимпийские игры уже не за горами, а мы тыцы, наш министр спорта, оповестил всех, что 85% российских олимпийцев вакцинировались. Может, Туктамышева и Семененко поэтому и снимались с этапа гран-при, как следствие осложненного течения поствакционного периода. Но это только мои предположения. Скоро, совсем скоро, Лизу Туктамышеву мы увидим на гран-при России. И не только Лизу, но и Камилу Валиеву, и Маю Хромых. Хочется девочкам пожелать только гладкого льда и честного судейства. Надеюсь, что Майя эмоционально восстановилась и будет, как всегда, мега мощной в прыжках на льду. Хочется от всех увидеть только чистых прокатов. Очень интересно увидеть противостояние Луны Хенгрикс и Майи Хромых. Они ведь обе чудесные и позитивные девушки. Луна Хенгрикс очень хорошо откатала свою короткую программу, обыграв Щербакову Анну. Луна очень восхищается Елизаветой Туктамышевой и считает, что возрастной ценз нужно поднять с 18 лет. Да, Луна обосновывает, что 18 лет – это тот возраст, когда ты себя можешь назвать настоящей женщиной, и ты уже прошел типа через пубертат. И поэтому всему есть, как говорится, объяснение – это сохранить свое здоровье. А поскольку до 18 лет не стоит, как говорится, торопиться, можно грамотно распределять свою нагрузку на тренировках, и, соответственно, получается, фигурист меньше травмируется. Интересно, конечно, поменяет ли ИСУ правила вот после этой Олимпиады. Олимпиада вот-вот на носу, а фигуристы меняют не только программы, как Косторная Алена или Щербакова Аня, но и тренеров. Так американская фигуристка Алиса Лью ушла от Масси Москалли и будет тренироваться под руководством Кристи Кролл. И тем временем до Олимпиады осталось всего 72 дня. На ваш взгляд, мои дорогие, что хуже перед Олимпиадой – сменить тренера или все-таки сменить программу? Пишите ваше мнение внизу в комментариях, а я вам желаю доброго дня и до встречи.